Новости на канале Hetman Software Устанавливать приложение для Android в Windows 11 стало намного проще. Во время анонса Windows 11 компания Microsoft сделала акцент на возможность устанавливать на новую систему Android приложения. Для этого в Microsoft Store должно быть добавлено приложение WCA Tools. Это приложение, которое должно значительно упростить установку и запуск приложения Android в Windows 11. С его помощью можно установить любое приложение для Android буквально в пару кликов. Для этого достаточно скачать APK-файл и пройти процедуру установки, но поддержка Android приложений пока есть только в предварительной версии Windows 11. Поэтому потребуется вступить в программу предварительного тестирования Windows Insider. Но то, что такая возможность предусматривается теоретически, это уже хорошо. Возможно, со следующими обновлениями эта функция станет общедоступной. Microsoft тестирует новые функции, связанные с электронной коммерцией для своего веб-браузера Edge, которые могут помочь упростить процедуру покупок в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельник». Последняя сборка Microsoft Edge доступна для участников канала разработки с ранним доступом, содержит ряд улучшений, однако из которых сочетает в себе функции автозаполнения с генерацией пароля, чтобы помочь пользователям создавать новые учетные записи веб-сайтов одним щелчком мыши. Согласно сообщению, в блоге Microsoft компания также тестирует аналогичную функцию, которая позволяет пользователям применять коды купонов и производить оплату одним щелчком мыши, используя личные и платежные данные, хранящиеся в браузере. Все эти функции должны сочетаться, чтобы сделать регистрацию, вход и выход из розничных веб-сайтов быстрее и проще. Microsoft OneDrive больше не будет совместим с миллионами ПК с Windows. Миллионы пользователей Windows могут потерять доступ к своим облачным онлайн-хранилищам в течение нескольких недель, поскольку Microsoft стремится поощрять обновления до новейшего программного обеспечения. Технический гигант предупредил, что приложение OneDrive перестанет синхронизироваться с Windows 7, 8 и 8.1 1 марта 2022 года. Это означает, что у пользователей будет всего несколько недель, чтобы перейти на новую версию или, возможно, потерять доступ к своим файлам. Несмотря на то, что Windows 7 и 8 были предварительно выпущены почти 10 лет назад, обе операционные системы все еще используют миллионы пользователей, а это означает, что многим рано или поздно потребуется обновление. Поикс-файлов на Google Диске скоро станет еще быстрее. Google Диск заимствует функцию поиска, которая в настоящее время присутствует в Gmail, чтобы упростить поиск файлов. Функции поиска сделаны так, чтобы отображать возможные результаты, когда пользователь вводит текст в строке поиска, предлагая автозаполнение и другие варианты, которые могли бы быть полезны пользователям. Инструмент в настоящее время доступен как часть новой бета-версии для Google Диска, которая теперь предлагается во всех выпусках Google Word Space. В компании заявляют, что этот инструмент может помочь пользователям сузить область поиска на Google Диске, особенно если они ищут файл, который, возможно, использовался нечасто. Новостей много и все их обработать занимает время. Сегодня я остановился только на некоторых из них, но планируем формат со временем расширять. Ставьте лайк, если вам понравился наш новый формат. Пишите в комментариях, стоит ли его снимать в дальнейшем. А на этом все. Всем пока. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.